ДУКА ДЕЛИ АБРУЦИ Заложен корабль был 28 декабря 1933 года и задумывался как более сбалансированный проект лёгкого крейсера с усиленной броневой защитой и десятью орудиями калибра 152 мм. Изначально предполагалось строительство шести кораблей, но в итоге со стапелей были спущены только два – головной Джузеппо Гарибальди и Луиджи Дисавоя Дюка Дели Абруцци. Они вошли в историю как крейсеры Кондотьери Е или тип Гарибальди. Крейсер Абруцци имел немного большее, чем у головного Гарибальди водоизмещение и одинаковое с ним вооружение – по десять артиллерийских стволов калибра 152 мм в четырёх башнях, сведённых в две линейно-возвышенные группы. Орудия могли выпускать снаряды весом 50 кг на дистанцию более 25 км. Также увеличилось расстояние между осями стволов в башне, что существенно сказалось на точности стрельбы. Луиджи принц-савойский герцог Абруцци вступил в строй 1 декабря 1937 года, опередив на 10 дней головной Гарибальди. Крейсер начал свою службу в Таранто и до вступления Италии во Вторую мировую войну успел нанести визит в Португалию, а также внёс свою лепту во вторжение в Албанию. С лета 1940 года Абруцци действовал в Средиземном и Адриатическом морях, участвуя в различных операциях итальянского флота. Во время сопровождения конвоя 22 ноября 1941 года крейсер оказался на грани гибели. Авиационная торпеда попала в кормовую часть корабля, и Абруцци чудом удалось добраться до порта в Мессине. По окончании ремонта крейсер практически не выходил в море из-за топливного кризиса, парализовавшего итальянский флот. После капитуляции на Мальте в сентябре 1943 года корабль совершил ещё несколько походов на стороне союзников, а в конце войны использовался как быстроходный транспорт для переброски войск. После войны Луиджи, принц-савойский герцог Абруцци, более 15 лет оставался в составе итальянского флота, а в 1965 году был разобран. В игре «Мир кораблей» Дука Дели Абруцци — это итальянский премиум крейсер 7 уровня. Субтитры создавал DimaTorzok